У нас есть рубрика, которая называется «Взгляд снизу», вы её знаете, в ней дети рассказывают о себе, о том, что они думают по поводу достаточно взрослых, серьёзных событий. И мы подумали, что дети за время, вот три года нашей передачи, уже сильно выросли. И мы поняли, что посмотрели шоу «Голос», там всё время проходит кастинг. Мы подумали, а почему бы нам не начать поиск детей, тем более, что такое количество детей, особенно родителей, хочет, чтобы их дети снимались в нашей рубрике. И мы объявили кастинг на участие в рубрике «Взгляд снизу», где в качестве конкурсантов, примерно, все дети, которые захотели и прислали нам свои маленькие профайлы, а в качестве жюри, примерно, дети, которые снимались в течение трёх лет в рубрике «Взгляд снизу». И вот, что у нас получилось. «Взгляд снизу» – кастинг. Давайте сейчас я буду показывать вам новых кандидатов. А вы, поскольку вы уже в этой рубрике давно, будете говорить, подходящий это кандидат для нашей рубрики или нет. Нет, сам Саша залезет. Саш, ну ты не буянь. Саша? Нет, я залезу. Давай, сам. Давай, сам. Давай, сам. Я сам залезаю в тени. Саш, ты прямо сейчас дикцию повторил и тему, прямо как Гордон. Ты хочешь быть телеведущим на Первом канале? Да. Саш, ты понимаешь, что для этого нужна хорошая дикция? Да. Повторяй за мной. Розенбаум. Розенбаум. Мандельштам. Мандельштам. Здравствуйте, я Саша. Я хочу сниматься в рубрике «Взгляд снизу». Роз... Строят такие площадки? Да. Посмотри в камеру, скажи. Стыдно, стыдно вам, болгарские строители. Стыдно вам, болгарские строители. Есть у тебя любимая книга? Да. Про красную шапочку. Какой твой любимый герой в сказке про красную шапочку? Охотник. Почему? Потому что он зарубил волка и распорол ему пасть. Ты смеешься, когда ты узнаешь о том, что охотник зарубил волка и разорвал ему пасть? Да. Как ты смеешься? Расскажи мне, что ты знаешь про политическую ситуацию в нашей стране? Я знаю, что человек может попасть под машину. Еще может под поезд. Можно ли делать вывод из твоего вот этого замечания, что в нашей стране человек может все? Да. Дело в том, что вполне возможно, ты будешь у нас вести рубрику про курс доллара. Умеешь ли ты считать до 150? Да. Давай. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, шесть, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, восемнадцать. Даже забыла. Ну, достаточно. Мне не очень понравилось, мне кажется. Ты вообще не любишь, я смотрю, женщин моложе себя, да? Нет, почему? Мне просто не очень понравилась девочка. Мне кажется, можно было и смешнее. Например, там начать до десяти, после там одиннадцати или двенадцати, сразу сказать 150 или еще, или что-то еще. Как бы такой принцип перескакивания чисел, да? Да. Мне тоже как-то не очень понравилось. Ты ставишь минус? Плюс-минус. На всякий случай. Если у нее влиятельные родители, да? Хочешь быть участницей рубрики «Взгляд снизу»? У-у. Не хочешь? Мать заставила тебя прийти, да? Заставила. А зачем? Просто... Ну, не хотелось сначала. Ну, она прямо тебе говорит «Иди, иди, да?» Да. Ну... Скажи, ты это всю жизнь будешь помнить? Да. Ты когда вырастешь, скажешь ей «Мам, ну зачем ты меня привела-то на посмешище, да?» Да. А почему платишь? Сама не знаю почему. Тогда посмотри вот просто в камеру, скажи «Я люблю Первый канал». Ты же любишь Первый канал? Давай. Я люблю Первый канал. А второй любишь? Второй не очень. Славик, как ты думаешь, из-за чего может плакать девочка? Ну, мне кажется, из-за того, что она не хотела сюда идти, но ее заставили упорно, пыткой. Тебя когда-нибудь заставляли сюда приходить? Нет. Я... Мне мама предложила, я согласился. Владик, ты зеваешь? Нет. Не показалось? Да. А у меня было ощущение, что ты зевнул. Ника, ты думаешь, он зевнул? Да. Да, конечно. Славик, ты думаешь, зевнул Владик? Угу. Конечно. Расскажи мне, чем ты увлекаешься? Космосом. Что тебя интересует космосом, почему ты им увлекаешься? Космонавтами я интересуюсь. Если ты интересуешься космонавтами, назови нам фамилии космонавтов, которых ты любишь больше всего. Гагарин. Что ты расскажешь про Гагарина? Он первый космонавт Земли. Угу. Он облетел один виток и за 108 минут. Про курс доллара расскажешь нам что-нибудь? Что с курсом доллара сейчас происходит? Повышается. Как ты думаешь, насколько ли долго сохранится эта тенденция? Думаю, рубль будет повышаться потом. Ты знаешь, а ведь я тебе верю. Понятно. Мне вот этот мальчик как-то не понравился. Про курс доллара мне как-то не понравилось, потому что он бы хотя бы мог пошутить как-то. Вот как пошутить? Владик, что с курсом доллара? Он может повышаться и падать. И вдруг он потом упадет до конца и все. Да, конечно, между вами, ребята, пропасть. Славик, как ты думаешь, сколько таких мальчиков, умных, серьезных, в костюмах, с такими круглыми лицами, может быть, в рубрике «Взгляд снизу»? Ну, два. Слав, сейчас серьезная история. Мы хотим оставить тебя в рубрике и кого-то из ребят. Кого-то одного? Кого-то одного. Кого ты считаешь, нужно оставлять?